ЗАУР ГУСЕЙНОВ В России фестиваль ГТО возродился почти 7 лет назад. Чтобы как минимум мотивировать нягонцев для занятий спортом, коллектив Центра спортподготовки начинает с себя. На личном примере показывает, что физические упражнения – это действительно норма жизни. Воздоровительный процесс вовлечены все, и пассивно настроенных сотрудников здесь не найти. У нас большой процент людей, независимо от возраста и независимо от занимаемой должности, это может быть и младший обслуживающий персонал, и может быть и бухгалтер, и юрист, и кадровик, ну, конечно, тренерский состав. Учитывая все критерии здоровья, мы, конечно, вовлекаем в процесс всех наших работников. Я с гордостью скажу, что мы сумели, на мой взгляд, задать тон. И люди начинают уже сами обращаться с просьбой, можно сдать ГТО. Нормативы ГТО в Центре тестирования может сдать любой желающий. Своеобразный спортивный экзамен принимают на базе Центра «Патриот». В каждой ступени, то есть в возрастной категории, свои испытания. Среди них обязательны и тестирование на выбор. ГТО вообще у нас начало зарождаться с 2015 года. С 2017 оно начало набирать обороты. Вот за период пяти лет у нас зарегистрировалось 5000 человек, а на знаки отличия сдало 1300. То есть это бронзовый, серебряный и золотой знак. Присоединиться к участию в спортивном фестивале нягонцы могут в последние выходные каждого месяца. Спортивная подготовка значения не имеет, поскольку физкультурно-спортивный комплекс нацелен как на развитие массового спорта, так и на оздоровление нации в целом. Каждый для себя должен решить сам, идти за знаком отличия или просто испытать свои силы, проверив уровень физической подготовки.